Вы приходите в магазин одежды, просите продавца вам помочь найти что-то подходящее, и он отводит вас в секцию для мальчиков, несмотря на то, что вам 35. Бывало такое? Вы когда-нибудь находили вещь в стиле, который вам очень понравился? Вы влюбились в рисунок, цвета, которые вам идут, но померя в самый маленький размер, она больше. Все ваши вещи прошли через руки портного. Возможно, прозвучит бесцеремонно, но вы из тех мужчин, рост которых ниже среднего, и индустрия моды, пошива одежды вас абсолютно игнорирует. В сегодняшнем видео я раскрою три секрета стиля, которые низкие мужчины могут использовать, чтобы не только выглядеть выше, да просто выглядеть лучше. Всю одежду, которую я покажу в этом видео, друзья, предоставлена Питер Мэнинг. Я хочу, чтобы вы к ним заглянули. Отличная компания. И Питер Мэнинг мне нравится по двум причинам. И первое, я видел тех парней, которые получали их одежду. Они просто были вне себя от радости. Вещи сидели идеально. Они и мне прислали одежду. Угадайте что? Я достаточно большой, 175 сантиметров и 77 килограмм. Как часто вы находите бренды, у которых средний размер будет мал для вас? У них все ориентировано для мужчин ростом 172, 170, 167, 165, 160 сантиметров. В общем, для тех, кто ниже 170 сантиметров, они создают невероятные вещи. Вторая причина, почему мне нравится Питер Мэнинг, они фокусируются на главных элементах гардероба. Это те вещи, вложившись в которые, вы чувствуете себя отлично, зная, на что потратили деньги. Что вы будете носить снова и снова. Ладно, друзья, перейдем к трем главным пунктам. Первый секрет для низких парней – определите пропорции. Друзья, пропорции невероятно важны, но большинство людей об этом не задумываются. Позвольте показать на примерах, почему дети такие милые. Малыши милые, потому что у них голова в отношении тела очень большая. А теперь посмотрим на гиганта. У гиганта маленькая голова и огромное тело. На все эти вещи мы обращаем внимание, но не всегда отдаем в этом отчет. Как низкому мужчине, вам нужно убрать из гардероба все рубашки, которые, например, сделаны для мужчин метр девяносто, а вы – сто шестьдесят пять сантиметров. Потому что рукава будут очень длинными, воротник большой, даже размещение пуговиц и размер кармана все меняет. Итак, когда вы подбираете рубашку, это также применимо к пиджакам, штанам, пальто и ко всем другим элементам одежды. Убедитесь, что они специально сшиты для низких парней, а не для высоких. Ведь специально некоторые детали делают меньше. Иначе вы будете выглядеть по-клоунски. Итак, у воротника расстояние между уголками должно быть где-то шесть с половиной сантиметров. А это, в свою очередь, определяет высоту воротника, которая сзади должна быть три сантиметра. Все, что длиннее, создано для мужчин повыше. Или некоторые производители, что будет один воротник на рубашке разных размеров. И как будет смотреться на мужчине 160 сантиметров весом 60 килограмм и 190 и весом 80 килограмм – огромная разница. Размер воротника важен. Я говорил про размер кармана. Один из способов – купить рубашку без карманов. По мне, отлично смотрится. Но если вам нужен кармашек, убедитесь, что он правильного размера. Опять же, у двухметрового парня весом 100 килограмм – такой же карман, как у парня 160 сантиметров и 60 килограмм. Такой большой карман вообще не подходит. Другую штуку очень, очень редко увидите. Поглядите на расстояние между пуговицами. Тут, я думаю, где-то шесть сантиметров. Но у большинства рубашек больше, если не десять. Так, да, тут точно шесть сантиметров. А это только рубашка. Все это относится и к пиджаку. Пиджаки. Вам подойдут пиджаки на двух одной пуговице. Избегайте, как чумы, пиджаков с тремя пуговицами. Тем более с четырьмя. Маленькие вещи, как эти, влияют на пропорции очень сильно, делая силуэт правильным. Второй секрет для низких парней – одевайтесь с иголочки. Итак, друзья, если вы не знаете имени вашего партнума, стоит узнать. Я предполагаю, если вы низкий парень, вы постоянно платите партнуму. Ведь все, что вы носите, нужно ушить. К сожалению, нет бренда, который всегда справится с вашей проблемой. В любом случае, нужно подгонять одежду в зависимости от вашей фигуры. И я вам говорю, это стоит потраченных денег. Все ваши вещи должны подходить вам и сочетаться между собой. Что я имею в виду? А то, что рукава вашей рубашки должны немного выглядывать из-под классического пиджака или спортивного пиджака. Убедитесь, что ваши джинсы подшиты и не собираются в складки. И когда все будет так, лучшее, что вы можете сделать, это проконтролировать, чтобы все вещи сидели на вас с правильными пропорциями. Вспомните первый пункт, чего не встретить в вещах с полки в магазине. Подбирая брюки, поймите, что вам не нужны большие задние карманы, и ничего не нужно туда класть. Выбирая пиджак, то же самое. Передние карманы не должны быть большими. Ограниченное количество вещей вы можете туда положить. Что касается подгонки одежды, есть три специфические области, требующие внимания. По моему мнению, у низких парней с ними проблемы. Номер один – область промежности у брюк. Избегайте всякие штаны, у которых есть тут лишний материал. Это делает ваши ноги еще короче, снижая линию начала ног. Вам это не нужно. Вторая проблемная область, друзья, это верхняя одежда. И это проблема, потому что зачастую используются тяжелые материалы. И это такие, как кожа, жесткий брезент, ведь швии и портные не всегда имеют необходимые инструменты для работы с ними. Итак, вам нужно обращать внимание на длину рукавов куртки и длину пальто. Хочу отдельно поговорить о длине рукавов. Если они немного длиннее, ничего страшного. Но если они закрывают половину кисти или всю, вам не нужно покупать эту вещь. Что касается длины куртки, куртка может находиться на уровне талии, как бомбер или что-то вроде. В таком случае, убедитесь, что она не слишком длинная. Самое ужасное, что я увидел у низких людей, это когда они носили куртку или пальто, которые были слишком длинные и заканчивались уже на ногах. Бывают и такие куртки, в которых задумка является прикрыть вашу задницу. В таком случае, она не должна быть ниже нижней линии пятой точки. Также в зависимости от стиля, они могут быть еще ниже. Как для высоких парней, пальто может быть до колен. Но в вашем случае, будет лучше, если пальто будет выше. Это идеально для вас. Итак, чтобы проиллюстрировать третий пункт, давайте сыграем в игру. Друзья, посмотрите на линию. Какая длиннее? Верхняя? Нижняя? Напишите в комментариях. Если вы видели это раньше, вы знаете ответ. Обе линии одинаковой длины. Удивительно, да? Смысл в том, что наши глаза были обмануты тем, что вокруг них. И это третий секрет для низких парней. Используйте вертикальные линии. Это позволит глазам смотреть на вас вверх и вниз, что очень круто. Вам поможет в этом монохромная одежда. Не важно, будь то светлая или темная одежда. Вам нужно определить, что сочетается с вашим оттенком кожи и вперед. Если вам нравятся темные джинсы, наденьте темные носки, темные туфли. И да, вы можете надеть светлую рубашку, и отлично подойдет серый жилет. В любом случае, позвольте глазам бегать туда-сюда, и это отлично сработает. Ладно, друзья, это все. Напишите, что вы думаете об этом видео прямо под роликом. И загляните на сайт отличной компании Peter Manning. Друзья, я видел людей, которые гораздо ниже меня, которые получали их одежду и влюблялись в нее. У меня есть несколько их вещей здесь, в офисе. Я вам говорю, эти ребята не скупятся, когда дело доходит до деталей. Посмотрите на эту пару брюк. Видите? У них есть дополнительная ткань. Большинство компаний этого не делают. Они ничего не оставляют, потому что это стоит денег. Но это позволяет вам расширить, сузить ваши брюки, если нужно. Детали. Когда я посмотрю на эту рубашку, я увижу отличные пуговицы, классный воротник, маленькие детали, съемные петлички. Все, о чем я говорил, что так важно. И все я увидел в этой компании. Классические вещи с доставкой для мужчин ростом 170, 160 и специально для них. Я был поражен. Так вы сможете лучше одеваться, как вы хотите. На этом все, друзья. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.